Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Комков Андрей, я преподаватель Центра Компьютерного Обучения Специалист. Я расскажу вам о курсе, который называется Система Компоновки Данных Настройка Отчетов Пользователями. План моего рассказа такой. Сначала я расскажу вам о содержании курса, а затем я покажу вам пример решения задачи, которая похожа на задачи, решаемые на занятиях. В курсе используется специальная учебная конфигурация, разработанная авторами курса фирмы 1С. Давайте откроем учебную базу и посмотрим на нее. Запускаем клиентское приложение. Перед нами учебная конфигурация курса. Важно понимать, что в этом курсе не обсуждаются вопросы, связанные с работой с типовыми конфигурациями, такими как управление торговлей, бухгалтерия, предприятие и так далее. Этот курс исключительно о том, что может делать пользователь с существующими отчетами, о том, как он может настроить их работу. В этой учебной базе ведется учет поступления и выбытие товаров. Для этого используются документы приходные накладные и расходные накладные. Также есть кассовые документы для учета поступления и выдачи наличных. Это, соответственно, приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер. В разделе отчетность мы видим три отчета. Важное замечание. Эти отчеты созданы разработчиком. Пользователь не может создать свой собственный отчет, но, как правило, он может изменить отчет существующий. Откроем отчет взаиморасчета с покупателями. Вот так, к примеру, мог бы выглядеть отчет с настройками по умолчанию. Отчет показывает список, в котором видна организация, покупатель, валюта, стоимость отгруженных товаров и сумма оплаты за период. Из такого списка не видно, сколько было отгружено и оплачено в целом по каждой организации. Мы можем перенастроить вывод этих данных. Делается это в специальном окне, окне настройки варианта отчета. Как это делается, мы разберемся на занятиях. А результат применения новых настроек будет выглядеть вот так. Мы видим те же данные, но теперь они сгруппированы по организациям. В группировке по организации есть группировка по контрагенту. Внутри группировка по валюте. А затем можно увидеть отгрузку и оплату по конкретному документу. Те же данные можно было показать и в другом виде, например, в виде сводной таблицы. Тогда это выглядело бы примерно так. Здесь в строках перечислены организации, в колонках валюты, а на пересечении мы видим суммы отгрузки и оплаты. Когда нужна наглядность, мы рисуем диаграмму. Например. Диаграмма, которая позволяет наглядно сравнить оплаты за разные годы по организациям. Иногда нужно получить данные не по всем организациям, как сейчас, а по конкретной организации. Это можно сделать с помощью отборов. Откроем пример. Здесь мы видим отбор, получающий данные по конкретной организации и по всем контрагентам, принадлежащим группе производственное предприятие. Если таблица отчета кажется нам сложно читаемой, а так бывает с большими таблицами, мы можем использовать возможность оформления. Разные части отчета можно оформить по-разному, меняя шрифт, цвет, выравнивание и многие другие свойства отображения. Иногда нам не хватает тех полей, которые есть в отчете. Например, у нас есть колонка задолженности, но нам нужна еще одна колонка, которая будет описывать текстом эту задолженность. Она будет показывать, чья задолженность наша, это задолженность или задолженность контрагента. В курсе есть и такой пример. Как видите, в отдельных случаях, новые колонки могут быть добавлены с помощью пользовательских настроек. Рассмотренные в предыдущих примерах настройки отчетов задавались в отдельном окне. Окне настройки варианта. Чтобы упростить работу с отчетами, мы научимся выносить отдельные настройки прямо в форму самого отчета, как это сделано, например, вот здесь. В форме отчета присутствуют поля выбора периода, поле для задания отбора по компании и возможность выбора макета оформления отчета. Теперь я покажу вам пример того, как мы будем настраивать отчеты на занятиях. Без подробностей, без комментариев, только для того, чтобы вам стало понятно, что настроить отчеты легко, если знать, какие настройки в какие моменты нужно применять. Откроем отчет «Учет товаров на складах». У этого отчета есть вариант «Пустой», тот вариант, который вообще ничего не показывает. Начнем мы со следующей задачи. Для пользователя покажем здесь ведомость по движению товаров. Список номенклатуры с указанием остатка на начало какого-то периода, как этот остаток увеличивался, уменьшался и покажем конечный остаток. Для этого нужно открыть настройку варианта отчета, добавить сюда группировку по номенклатуре. Можно отметить тип группировки иерархия и в списке полей пометить, что нужно показать по номенклатуре. Количество – начальный остаток, приход, расход, конечный остаток. Чтобы слово «количество» нам не мешало в названии колонок, я его уберу. Теперь. Стоит зайти в дополнительные настройки и указать макет оформления Арктика для красоты. Можно установить сголовок, чтобы мы понимали, что отображается в этой группировке. Отображается здесь ведомость по движению товаров. И параметры. Вряд ли нам интересно смотреть ведомости за все время работы организации. Скажем, нас интересуют данные только за сентябрь. с 1 сентября 6 года по 30 сентября 6 года. Посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас уже появился отчет, который показывает движение товаров. Под каждому товару мы видим начальный остаток, как этот остаток менялся и что стало с остатком в конце. Возможно, пользователя устроит вот такой вариант. А возможно, пользователь скажет нам, что структура начальных остатков здесь хоть и видна, но не вполне наглядная. И тогда мы, возможно, согласимся добавить сюда диаграмму. Давайте посмотрим, как это делается. Можно в дополнение к этой группировке добавить в отчет диаграмму и попросить, чтобы диаграмма выводилась по номенклатуре. нам нужно показать остатки по номенклатуре, причем в виде круговой диаграммы. Поэтому в настройках диаграммы я скажу, что тип диаграммы круговая, объемная. и поля. Какие поля используются для работы этой диаграммы. Конкретно в этой диаграмме нужно показать количество начальных остатков, поэтому выбираю этот ресурс. И заголовок тоже желательно задать. Называться эта часть отчета будет структура остатков на начало периода. Смотрим. Вот что из себя представляет диаграмма. Нарисовали. Если пользователь попросит такую же диаграмму по поводу конечного остатка, то мы сделаем это очень просто. Мы можем скопировать имеющуюся диаграмму и в копии диаграммы заменить две вещи. Во-первых, мы будем показывать уже количество неначального остатка и количество конечного остатка. И изменим заголовок. Структура остатков на конец периода. Итак, теперь в отчете есть две диаграммы. Хорошо бы подумать по поводу легенды. Она читается не вполне удобно. Можно подумать о том, чтобы поставить ее над диаграммой. причем в каждой диаграмме, которая есть у нас в отчете. Поэтому отправляемся в настройки, настройки отчета и смотрим, какие настройки отчета нам могут в этом помочь. Итак, во-первых, у нас есть свойства размещения легенды. Мы можем попросить поставить ее сверху. А во-вторых, у нас есть состав подписей, что тоже будет полезно. Давайте процент покажем. Итак, посмотрите, что у нас получилось. Возможно пользователь останется недоволен даже вот таким результатом и возможно он попросит нам еще и график нарисовать, на котором будет видно, как по дням менялся остаток этих номенкатурных позиций. Это тоже можно сделать. Мне придется добавить еще одну диаграмму, но это будет диаграмма уже особого типа. Негруппировка. Диаграмма. Тип этой диаграммы график. При этом точками графика будут дни. Отчет наш предоставляет. Такие данные есть. В данных отчета поле, период, день. Мы можем его использовать. А в сериях будет номенклатура. Это значит, что мы посмотрим в одном графике, как изменялся остаток разных номенкатурных позиций с точностью до дня. Давайте попытаемся такое для начала посмотреть то, что у нас сейчас есть. Просим сформировать. нам сообщает, что мы не до конца настроили диаграмму. Возвращаемся к настройке. Так, список полей. Покажем количество конечных остаток на этом графике. И раз уж мы в настройках, давайте сразу зададим и заголовок. Называться будет изменение остатка по дням. Посмотрим. Какой-то график мы получили. Этот график действительно показывает остаток на начало месяца, на конец месяца и говорит нам о том, что 22 числа остаток менялся. Что так, но 22 число на графике, который показывает изменение остатка по дням, наверное, хотелось бы нам видеть не по центру, а где-то вот ближе к концу месяца. Иными словами, сейчас график показывает нам остатки только на те даты, когда менялся остаток и на границе периода, нам бы хотелось видеть остаток на каждый день. Это было бы ощутимо более наглядно. Отправляемся в настройки. И говорим, что группировка период-день должна быть дополнена днями. Начиная с начала периода, заданного в настройках отчета и заканчивая концом периода. Итак, что теперь у нас есть? Теперь у нас есть график, который больше похож на то, что нам нужно. Но теперь нас может смущать формат представления даты, потому что как минимум нужно убрать время. Делается тоже очень просто с помощью настроек. Только на этот раз мы используем условное оформление и говорим, что нам нужно задать формат. Формат можно подобрать прямо здесь из списка вариантов формата и сказать, что этот формат должен применяться к значениям период-день. отформатировали. И давайте будем считать, что на этом пользователь нас успокоился, сказал, что такой отчет его устраивает и мы сохраним окончательный вариант. Пусть называется он будет оценка остатков. то же самое можно написать и в заголовке самого отчета. Еще раз нажимаю изменить вариант. Для отчета напишу заголовок. появился заголовок самого отчета и я еще раз сохраню этот вариант. Вот и все, что я планировал вам рассказать. Надеюсь, что представление о курсе у вас сформировалось. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задать их по телефону нашего центра. Спасибо за внимание. Ждем вас на занятиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok